Всем привет! Вы на канале Сергей Кончаренко. Сегодня мы посмотрим на вот такие вот умные часы от бренда Kumi. И это новый игрок на рынке часов бюджетных и ультрабюджетных часов. Так что, если вам интересны умные часы, недорогие, бюджетные, ультрабюджетные, то данный видеоролик вам может быть интересен. Давайте, усаживайтесь поудобнее, попробуем разобраться, что к чему и как, что за часы, что они из себя представляют. Давайте немного более подробнее посмотрим на комплект поставки. Ух ты, зацените, как открывается. Красота-то какая! Знаете, такую вот упаковку не стыдно брать и на подарок. Внутри мы, конечно же, найдем сами часы, если я достану их. Да, вот они. Немного позже вернемся к ним. Здесь, я так полагаю, что зарядное устройство. Да, зарядное устройство. И внимание, обратите внимание, здесь нет никаких контактов. Соответственно, что работает полноценная беспроводная зарядка. Это, конечно же, радует. Немного позже проверим. Ну и, конечно же, инструкция и гарантийные талоны. И да, реально, смотрите, беспроводная зарядка без контактов, бесконтактная работает. Магнит здесь вроде бы как неплохой, но часы не выдерживает. Вот таким вот образом часы и магнитный кредл держатся. А вот, если брать само зарядное устройство... О, смотрите, практически нормально еще выдерживает даже часы. Вот, как вы видите, в принципе, неплохой вариант для зарядки и подзарядки. Вполне вероятно, что эти часы могут работать и с другими беспроводными зарядками. Это, конечно же, радует. Для подключения часов нужно установить приложение, которое называется Comilife. Оно есть в Play Market и App Store. Устанавливайте без проблем. Далее в приложении во вкладке устройства нажимаем добавить новое устройство. И из списка выбираем наши часы. При этом на часах нажимаем подтверждение. Ну, а теперь, по сути, часы подключены и готовы к использованию. Внешний вид, дизайн и материалы корпуса. И здесь все довольно-таки неплохо, потому что здесь установлены неплохие материалы корпуса. Это стекло верхняя часть, это металл, центральная рамка, кнопка точно так же металлическая, первая, вторая. И нижняя часть это пластик, но это хороший глянцевый добротный пластик. Изначально я даже подумал, что это не пластик, а стекло. Но нет, больше похоже все-таки на пластик. И как мы видим, есть красные светодиоды. Это говорит о чем? О том, что здесь еще есть возможность замера кислорода в крови. То есть, в принципе, как неплохо. Если говорить по поводу дизайна, то выполнены часы в круглой форме. То есть, это стандартные классические часы с некоторыми изменениями. Например, с более плавным переходом в ремешок. Например, не такие уж сильно округлые грани, где металлическая рамка. Ну и в целом, если говорить по исполнению, то, например, стекло дисплея выступает за рамки. Нет дополнительного безеля. Соответственно, дисплей ничем не защищен, не прикрывается. Стекло по ощущениям, конечно же, добротное. Здесь, возможно, оно выдержит многое. Но имейте в виду, что когда вы будете цепляться или ударяться часами, в первую очередь будет страдать дисплей и стекло. Так что, возможно, есть смысл подумать по поводу какой-то дополнительной защиты. Но благодаря такому выполнению здесь получается как будто бы 3D-стекло. Стекло-водопад. Ощущается очень-очень приятно. Как по мне, здесь еще какое-то олеофобное покрытие присутствует, потому что палец скользит неплохо. Правда, немного остаются отпечатки. Но, в принципе, это не критично. Но по ощущениям довольно-таки приятно. Если говорить по поводу ремешка. Ремешок здесь обычный силиконовый. С фирменным логотипом и брендированием. Есть дополнительное крепление для ремешка. Для застежки. Ну и нижняя часть. Здесь мы точно так же видим множество разных делений. Причем, смотрите, деления располагаются достаточно близко. То бишь, первые деления располагаются достаточно близко к самим часам. И это говорит о том, что можно сделать самый маленький, самый минимальный размер. Ну и последние деления точно так же расположены достаточно близко к краю ремешка. И, соответственно, можно установить довольно-таки большие и маленькие размеры. Соответственно, что и для большой мужской руки, и для небольшой, возможно, женской, тонкой руки или детской, возможно, вполне подойдут данные часы. Но когда вот их держишь в руке, ощущаешь, что они довольно-таки добротные. И используются достаточно хорошие материалы корпуса. Стекло, металл. И это в реальности чувствуется. Данные часы не ощущаются какой-нибудь игрушкой или чем-то сильно простым. И да, ремешки здесь сменные. Они быстросъемные. Ширина ремешка составляет 22 мм. Это самый распространенный размер. И можно использовать и покупать множество разных ремешков. Благо на Алиэкспресс ремешки продаются ведрами по цене 1 доллар, а иногда даже и меньше. Причем они могут быть разнообразные. Тканевые, например, как вот сейчас у меня. Металлические, силиконовые. На липучке, на застежке, с цепочкой и множество разных. Так что выбрать будет из чего. Дисплей. В часах установлен AMOLED дисплей с диканалью 1,43 дюйма с разрешением 460 на 466 пикселей. Разрешение достаточно-таки высокое. Плотность пикселей высочайшая. И благодаря этому никакой пикселизации не заметно даже при близком и детальном рассмотрении дисплея этих часов. Ну и так как здесь установлен AMOLED дисплей, то запас яркости здесь просто замечательный. Он огромнейший. Никаких трудностей вы не будете испытывать при просмотре информации на дисплее этих часов. Без разницы, какое освещение будет. Даже на улице, на ярком солнце, все будет замечательно видно. Ну и плюс ко всему здесь отличные углы обзора. Даже под углом в 180 градусов информация на дисплее все еще считывается и причем довольно-таки комфортно. Все хорошо и отлично видно и ощущается также приятно. Еще раз повторюсь по поводу дисплея. Безель дисплей не защищает. Рамка не защищает. Есть скругление по типу 2 и 5D, но я бы сказал это больше 3D. Полуводопад дисплей. Классно выглядит. Классно ощущается. Но вполне вероятно понадобится дополнительная защита. Хотя по ощущениям стекло очень даже неплохое. Но если говорить по поводу циферблатов, то во-первых, в самих часах присутствует достаточно-таки много циферблатов. То есть память здесь есть. Например, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Одиннадцать циферблатов в памяти устройства. Если вспомнить какие-нибудь другие аналогичные часы, то там в памяти будет содержаться 2, 3, ну максимум 5 циферблатов. Здесь 10. Это уже радует. Ну и помимо вот таких вот стандартных циферблатов, есть возможность установки через приложение. И в приложении производитель заявляет, что циферблатов более 100 штук. И в итоге в приложении есть множество разных циферблатов, которые разбиты по темам. Какие хотите, такие и просматривайте. Ну давайте механика, допустим, заходим в раздел механика. И здесь в разделе механика, ну естественно, больше десятка разных циферблатов присутствует. Хотите какой-нибудь бизнес циферблаты, как они называются? Вот здесь такие вот, я бы сказал, даже больше механические. Возможно, интересные. Здесь некоторые циферблаты все-таки присутствуют. Мы сейчас парочку из них попробуем установить и посмотрим, как они будут выглядеть. Есть анимированные, есть тинамические, по-другому они еще называются. Вот таким вот образом они выглядят. Ну давайте, наверное, что-то установим. Почему будем ждать? И вот он. Зацените, как выглядит данный анимированный циферблат. Ну, в принципе, неплохо. Конечно, ничего сверхъестественного. Ну, уже интересно, уже необычно и отличается от множества других бюджетных, ультрабюджетных китайских умных часов. Кто узнает такой циферблат? А те, кто пользовались часами Samsung или видели их, то знают, что там такой циферблат есть, который был добавлен в последних версиях умных часов. Выглядит, в принципе, неплохо. Есть множество информационных полей и данных. Во-первых, аналоговый циферблат, цифровой циферблат, заряд часов, количество шагов, пульс, день недели и дата. В принципе, все самое основное есть и присутствует. Ну, и, конечно же, можно устанавливать еще и кастомные циферблаты. Да, не просто кастомные, устанавливая свою фотографию, а настраивая максимально подробно. Во-первых, вы можете установить аналоговый циферблат под своей фотографией. Во-вторых, здесь будут еще дополнительные данные. Можно установить 4 поля, и это, в принципе, также классно. Ну, и разные насечки и цифровые циферблаты точно так же можно устанавливать. Вот просто обратите внимание, настолько детально здесь все можно настроить. Во-первых, здесь есть заготовки свои, и вы можете установить персональный ваш фон или фотографию. Во-вторых, смотрите, циферблаты, возможность разные, и можно устанавливать, ну, вот, например, вы увидите, что на заднем фоне, как будет это все выглядеть, чтобы было более понятно, если вы за это переживаете. Ну, и также цифровые циферблаты точно так же есть несколько вариантов и несколько версий, и это уже круто, классно. И вот здесь вы точно так же можете добавить, установить всевозможные информационные панели и пользоваться этими часами. И это, конечно же, круто. Здесь в действительности вы можете настроить под себя циферблат, как вам больше нравится. Не то, чтобы просто установить фотографию и выставить время, а здесь все детально. А еще здесь есть интересная вкладка AIGC, то есть искусственный интеллект. В целом, я, наверное, сейчас вам сразу скажу, что данные часы плотно работают с искусственным интеллектом, и с чатом GPT, и с другими вариантами работает искусственный интеллект, в том числе и сейчас под циферблатом. Что мы сделаем? Давайте, например, напишем спортивный автомобиль. Можно выбрать еще сценарий, как будет использоваться, в каком репертуаре или стиле. Ну, я не знаю, поэтический свисток звучит очень хорошо. Возможно, никак не сопоставимо, но давайте дадим возможности шанс. Кстати, получилось неплохо, но это никак не сопоставимо с тем, что я написал спортивный автомобиль. Давайте дадим еще один шанс. Сейчас пишем телефон, выбрал сценарий будущего, и посмотрим, что он сейчас нам предоставит. Вот такие изображения мы получили. Ну, в принципе, немного ближе, но все равно далеко до того, что хотелось бы. Я даже не уверен, что это очень хорошо работает. Возможно, как-то не так уж и точно, как хотелось бы. Но далее вы просто нажимаете, выбираете, что вы хотите. Выбираете масштаб. Нажимаете готово. Настраиваете циферблат. Будет это стрелочный или же цифровой. Нажимаем подтвердить. Добавляем значки. При этом выбираем какой-нибудь цвет шрифта. Нажимаем ОК и синхронизируем. Ну, и вот таким вот образом будет выглядеть наш быстро созданный циферблат. То есть, еще раз скажу, можно настроить все максимально под себя. И то, что производитель написал, что здесь есть более 100 доступных циферблатов, их не то, чтобы более 100. Да, их в действительности более 100 – это готовых циферблатов, которые здесь есть в приложении. Ну, а если учитывать то, что вы можете сами сделать, настроить и сгенерировать с помощью искусственного интеллекта, ну, извините, здесь не то, что плюс 100 еще будет, а, возможно, плюс еще 1000. Место, чтобы развернуться по творчеству, здесь есть. Ну, и давайте покажу, как они выглядят на руке. А сейчас я носил часы от Samsung и одел вот эти вот часы. И я ощутил, знаете, какое-то облегчение. Не скажу, что вот эти вот часы намного меньше, не скажу, что они намного легче. Но такое впечатление, что на руке они значительно меньше, компактнее и удобнее. Возможно, только это первое впечатление. Ну, смотрите, смотрится неплохо. Сами по себе довольно тонкие. Выглядит достаточно неплохо. В реальности можно будет подобрать и на толстую, и на тонкую руку. И это, конечно же, радует. Ну, и раз уж я заговорил о часах от Samsung, то обратите внимание, как выглядят часы Samsung на фоне часов куми. Намного тоньше куми получаются по габаритам. Да, поменьше и по габаритам, и по толщине, и я думаю, что по весу точно так же. То есть куми, можно сказать, такие компактные стиляки в сравнении с вот этим вот Samsung Watch 5 Pro. Теперь давайте пройдемся по основным базовым замерам здоровья. Запускаем, например, замер пульса и на первом, и на втором варианте часов. И, как мы видим, результаты уже очень схожи. 74, 75, 77, 73. Различия небольшие, там в каких-то там 2-3 удара. И это вполне нормально, вполне адекватно. А вот сейчас они даже сравниваются друг с другом. 74, 75, 75. Замеры делают не хуже, чем часы от Samsung, которые стоят в разы, даже можно сказать, в десятки раз дороже, нежели часы куми. Теперь все то же самое, только кислород в крови. Опять-таки запускаем и первый, и второй вариант. И, как мы видим, значения также очень близки друг к другу. 100%, 97, иногда показывают 98, 99. Это еще замеры продолжаются. 98, 99. То есть, опять-таки, очень близки друг к другу. Конечно же, я могу сказать, что как первый, так и второй вариант, это не медицинский прибор, на все 100% доверять не стоит. Но, в принципе, как вариант, как какой-нибудь мониторинг, вполне возможно и вероятно. Давайте, что по поводу стресса посмотрим. Здесь показывается, что 36 уровень стресса, и здесь показывается, что немного ниже даже среднего уровень стресса, соответственно, что где-то также примерно 30, 35, 36%. Соответственно, что, опять-таки, значения примерно схожи. Ну, что еще могут эти часы? Так это замер артериального давления. Но часы Samsung здесь не пасут задних, и они точно так же могут делать. Здесь значения сравнивались с пульсометром, с тонометром. И, в принципе, давайте посмотрим, какие итоговые значения мы получим. Например, в часах от Kumi я никаких значений не вводил, а в часах Samsung я калибровал с тем же самым тонометром. Но при этом Samsung показывает 134 на 80, и Samsung показывает значение ближе, потому что у меня никогда не было давления 78 на 73. У меня всегда давление от 120 и выше. Что же касается спорта, производитель заявляет, что здесь более 100 различных тренировок. Например, нижняя кнопка – это быстрый вход в режим тренировок. И вот это вот основные тренировки, которые здесь есть. Есть все самое популярное и то, что чаще всего используется. Плюс ко всему можно настроить и добавлять через приложение или через часы. Здесь множество различных тренировок может быть. Вы можете заменить здесь в быстром меню эти тренировки. Ну и давайте посмотрим, как будет работать GPS-синхронизация. Это, знаете, с одной стороны меня радует. Вроде бы как GPS здесь есть. Но я вот никаких данных по GPS-у не вижу. Если он и есть, то он берется с смартфона. И да, я был прав. В приложении есть запрос для того, чтобы использовать GPS-данные на смартфоне. Соответственно, что для более точных данных лучше с собой брать смартфон, чтобы можно было замерить более точные расстояния. Если вы любите погулять, побегать с часами, позаниматься спортом, то берите лучше с собой всегда смартфон. Данные получите более точные. Ну а данные, которые доступны, это пульс, это расстояние, это темп, общее время, текущее время, количество сожженных калорий, количество шагов и частота. Все. Вот это вот все, что есть. Выйти из тренировки возможности, то есть свернуть тренировку возможности нет. Можно только поставить на паузу или завершить тренировку. Теперь давайте вкратце посмотрим на меню. По поводу быстрого доступа, например, свайп слева направо, вы можете добавлять виджеты. И из виджетов здесь есть много чего можно настроить. Далее, если вы сделаете свайп справа налево, вы переходите в точно те же виджеты, то есть они идут по кругу, и вы можете их добавлять и настраивать. Виджет снизу вверх – это уведомление. И, кстати, таким вот образом приходят уведомления. Есть значок приложения, есть кто кому отправлял и что отправлял. То есть вот это вот полное сообщение мы можем прочитать. Если вы прочитали, вы можете удалить это сообщение и передвигаться к следующим уведомлениям. Ну, а свайп сверху вниз – это переход в быстрое меню. Что интересного есть здесь? А то, что вы можете увидеть – подключены ли часы, какой заряд батареи, день, неделя, дата, погода, найти смартфон, включить Always on Display. Кстати, я вам еще не показал Always on Display. Сейчас покажу. Включить будильник, настроить яркость, запустить приложение или загрузить приложение, быстрый переход в настройки и режим «Не беспокоить». Давайте теперь покажу, как будет отображаться Always on Display. И да, как оказывается, Always on Display здесь не совсем Always on Display. Называется «Всегда включенный дисплей», и он и буквально, и в реальности так и переводится. «Дисплей всегда будет включен». То бишь, вот такую картинку вы всегда будете видеть. Но при этом расход, конечно же, заряда будет значительно выше. И работать он может от 5 до 20 минут непрерывно. Все это вы можете выбрать в настройках. Ну а теперь давайте пройдемся немного по меню. Вход в меню – большое колесо на верхней части. И здесь огромнейший сюрприз – то, что колесо проворачивается. Есть характерный щелчок, не вибро, а просто щелчок. И это достаточно приятно, потому что вы можете прокручивать любые списки. Это довольно-таки удобно. И нажимаем, выходите, нажимаем еще раз, попадаете в главное меню. Первым здесь установлен чат GPT, но здесь, знаете, есть некоторые нюансы. Его нужно дополнительно настроить. Для того, чтобы его дополнительно настроить, нужно зайти в приложение, в приложение получить коды API, точнее ключи API. Но у меня этого сделать не получилось. Возможно, пока, возможно, в целом. Нужно смотреть, нужно разбираться. Если вы знаете, как это сделать, конечно же, Google всегда работает. Я уже посмотрел, но немножко заморочиться придется. Далее спорт функции. То, что я уже вам показывал, что можно, что нельзя, что есть. Записи. Записи – это ваши тренировки, которые будут. Далее есть пункт набрать. Что такое пункт набрать? Это использование ваших часов как звонилки. Соответственно, что вы набираете номер, нажимаете вызов, и вы уже можете говорить и разговаривать. Я, конечно же, вызов сейчас сброшу, но это уже удобно и хорошо. Ну и помимо этого, здесь у вас будет еще телефонная книга, в которую нужно будет добавить определенные контакты в самом приложении. Далее частота сердечных сокращений я уже показывал. Здесь рисуется график. Можно более детально посмотреть. Стресс мы точно так же видели. Также скажу, что данные часы могут мониторить сон, но во время сна, когда вы спите, часы с руки снимать нельзя. Есть замеры артериального давления. Я пока не нашел каких-нибудь моментов по калибровке. Кислород в крови есть и замеряется. И, как я показывал ранее, здесь есть и красные, и зеленые светодиоды. И если, например, вы часы не надели, а пытаетесь измерить воздух, то они вам так и скажут, предупредят. Что, в принципе, неплохо. Дыхательные упражнения. Здесь ничего сложного нет. То есть, если у вас стресс, подышать по графику, по таймеру это будет удобно. Уведомления. Я показывал, уже рассказывал, что к чему и как. Таким вот образом будет выглядеть уведомление. Есть отображение и приложение, есть и текст. И он вполне адекватный, и он читаем. Далее, сигнализация. Что такое сигнализация? Это просто будильник. Будильник вы можете добавить на самих часах и настроить на самих часах. Приложение не обязательно. Это удобно. Управление музыкой. И музыкой вы можете управлять любым из плееров, который запущен на смартфоне. Вы можете регулировать громкость, переключать треки. Погоду можно смотреть на текущий день и на несколько дней вперед. То бишь, на 4 дня вперед. И можно это еще более детально, с более детальной информацией. То есть, достаточно-таки детальная погода на этих часах. Также вы можете управлять камерой вашего смартфона и делать спуск затвора. Как для фото, так и для видео. Это удобно. Также вы можете найти ваш смартфон. Смартфон будет издавать дополнительный звук. Сейчас мы этого делать не будем. Посмотрим на таймер. Можно ли выходить из таймера во время запуска и работы. Нет. Отсечки делать можно. Но выходить из секундомера нельзя. Только после полной остановки. Запуск. Нет. Выйти не получится. Пауза. И только тогда мы выходим. А вот что по поводу таймера. Давайте установим одну минуту и попробуем выйти из таймера. И что вы думали, у нас ничего не получается. То есть, даже таймер в фоновом режиме не работает. Это, к сожалению, печаль. Далее. Мировые часы. В приложение вы можете добавлять часы каких стран и городов вы хотите просматривать. Голос. Это обычный голосовой ассистент. И здесь может быть Google ассистент, может быть Bixby, может быть Alexa, Яндекс или какие-то другие любые, что вам нравится, то будете использовать. Но так как я сейчас использую смартфон от Samsung и я, как оказывается, еще не перенастроил свой ассистент, то у меня включается автоматом Bixby. А Bixby английский язык только воспринимает, русский и украинский не воспринимает, к сожалению. И он скажет, что, ну извини, чувак, не получится, сейчас мне тебе помочь. А на английском получается. I didn't understand that. Ну, конечно же, ты не понимаешь. Can you show me weather on Sydney? In Leeds and the Thousand Islands, Canada, it is partly cloudy and 27 degrees right now. Ну, в принципе, кто услышал, тот понял. 27 градусов, правда, он почему-то не Sydney, а какой-то другой похожий в Канаде нашел городок. Но это не важно. В целом будет работать с тем голосовым ассистентом, который установлен у вас в смартфоне. Фондовый рынок. В приложение добавляете новости по акциям, обновления. Также, кому может быть интересно будет, кто там занимается инвестициями. А вот это вот как раз и есть, наверное, Always on Display, который подписан как резервный набор. И здесь есть два варианта. Цифровой и, наверное, аналоговый. Ну и в итоге вот это вот так будет выглядеть Always on Display. Все-таки он есть, как вы видите, время есть и немного ниже день недели и дата. Правда, сейчас на ярком свету Always on Display это не так хорошо заметно. И будет это выглядеть вот так вот. Кстати, наверное, выглядит даже лучше, чем предыдущий цифровой. Ну, все равно на любителя. Видно все отлично. Все прекрасно. Следующий пункт – настройки. Мы вернемся к этому немного позже. Далее, калькулятор – очень полезная функция, потому что, если у вас нет смартфона под рукой, вы очень быстро сможете, во-первых, что-то подсчитать, если подключите чат GPT, быстренько что-то спросить и получить какой-то ответ. Ну и также здесь есть еще голосовой помощник. С помощью голосового помощника вы также сможете решить какие-то базовые задачи, если у вас нет смартфона под рукой или же у вас руки грязные. И все то же самое я могу еще сказать по поводу звонков, так как с помощью этих часов вы можете совершать звонки, принимать звонки, и все это без какой-либо помощи смартфона. Далее, тема, которая будет использоваться, то бишь отображение всех элементов, шагомер, то есть текущий день, календарь и некоторые события в календаре – это также удобно. Ну и меню звонков и вызовов. Здесь, во-первых, есть запись разговора, указывается, то есть это стандартный журнал, телефонная книга и набор номера. Есть еще код получения, называется, но это, я так понял, QR-кода для оплаты в каких-либо определенных приложениях. Возможно, это больше предназначено для Китая или для тех стран, где это более популярно. Визитная карта – это информация вся, которую можно загрузить из вашего профиля. Ну, я не знаю, зачем это, если вкратце хотите что-то передать, возможно, точно так же с помощью QR-кода можно будет быстро передать. Ну и в настройках. В настройках можно настроить яркость, установить пароль, когда вы снимаете часы с запястья, включить режим «Не беспокоить», выбрать язык, который вам нужен, внешний вид меню, то, что мы уже видели, системное меню, включить, выключить, перезагрузить. Поднимите запястье, то, чтобы часы реагировали на подъем запястья и какое время будет отображаться. От 5 до 20 секунд можно выбрать. Всегда включенный дисплей – это то, что я вам показывал, когда дисплей будет в реальности просто всегда включен. Далее, настройка и кастомизация каждой из кнопок. Их здесь две входящие звонки и вызовы. Что можно использовать? Можно использовать вибровызов. Ну, это в целом и весь функционал данных часов. А вот так вот уведомления будут выглядеть с текстом. Опять-таки, приложение, которое отправляло уведомления, кому куда отправлялось уведомление и текст. И посмотрите на длину текста. Тестовое сообщение на часах Куми GW6. Пока у меня только положительное впечатление от этих часов. Специально посмотрим на длинное сообщение. Как вы видите, в действительности длинное сообщение прокатывает. И можно это все увидеть. И это также удобно. И, кстати, вот так вот будет выглядеть входящий вызов, где вы можете видеть, кто вам звонит, какое время. Вы можете сбросить вызов, поднять трубку, включить, выключить звук. И звук здесь, как вы видите и слышите, присутствует. Помимо вибра здесь есть еще и озвучка. Ну, а позже вы точно так же увидите в уведомлениях, что у вас есть пропущенный вызов. И это, кстати, удобно. И нам еще осталось поговорить по поводу автономности. Автономность здесь очень даже неплохая. Производителям заявлена батарея в 300 мАч. И по автономности заявлено до 30 дней. Да, правда, это, конечно, в энергосберегающем режиме. И 15 дней в стандартном режиме с периодическими нагрузками. А вот если будет тяжелое использование с тяжелыми нагрузками, то это будет порядка 10 дней. И даже 10 дней это довольно-таки неплохо. Ну, и пока я не закончил данный видеоролик, жду шуток по поводу названия бренда. Кто понял, тот понял. Ну, а по выводам могу сказать, что это очень даже неплохой вариант бюджетных умных часов. Во-первых, с базовым набором повседневных функций. Во-вторых, с немного даже расширенным набором интересных функций. В особенности стоит, конечно же, отметить искусственный интеллект, который интегрирован в эти часы, к сожалению, которые я на все 100% не смог проверить. Но видно, что уже производитель старался, работал. И то, что расширил немного функционал и возможности этих часов. И это классно. Материалы корпуса, звонки, уведомления. Все это здесь присутствует. Сами часы выглядят неплохо. Ценник у них точно так же вполне доступный. Соответственно, что данные часы могут быть неплохим вариантом, как ваш помощник или ассистент на руке. Помощник для вас и вашего смартфона. С некоторыми дополнительными приятными функциями. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Все ссылки на вот эти вот часы вы найдете в описании под этим видеороликом. Если это видео вам чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой первый и второй канал в YouTube. Телеграм-канал и чат взаимопомощи. В чате взаимопомощи, такие как мы с вами, обычные люди, общаемся друг с другом и помогаем друг другу решать те или иные вопросы, те или иные проблемы и помогаем с выбором, подбором устройств и гаджетов. Делитесь этим видеороликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим это видео может быть интересным и полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.